10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Вот главная тема дня. 10.00 в столице Казахстана. У нас зимой тут отопления нету. Мы сидим только обогревателями. Об этом не только прямо сейчас. Свыше 500 казахстанцев с коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии. Почти 80 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение от ковида продолжают получать более 22 тысяч человек. За последние сутки в республике выявили больше тысячи новых зараженных. Основная масса из них – жители столицы. В разрезе региона антилидером остается Карагандинская область. Плюс 160 инфицированных. Общее число подтвержденных случаев вируса приближается к 400 тысячам. И о ситуации с коронавирусом в мире. Первый немецкий город отменил масочный режим. Отныне жителям Мюнхена больше не нужно носить защитные средства на улице. Впрочем, карантинные меры ослабляют по всей Германии. Во многих регионах впервые за полгода заработали бассейны и фитнес-залы. Открылась наружная гастрономия. И, кстати, для посетителей кафе и ресторанов отменили обязательное тестирование. Справка не нужна теперь в салонах красоты и вещевых магазинах. Уже в пятницу власти намерены разрешить немцам путешествовать внутри страны. Ряд ослаблений одобрены политиками на фоне снижения заболеваемости ковидом. Конечно же мы поддерживаем ослабление карантина. Это глоток свободы. Будет хорошо, если ослабят еще больше. Однако думаю, что масочный режим нужно сохранить. Так как мы не хотим, чтобы осенью вирус снова вернулся. Иначе придется по новой все закрывать. А в российской столице суточный прирост заболеваемости коронавирусом резко подскочил до январских показателей. Накануне в Москве зарегистрировали свыше 4000 новых случаев ковида. Власти города заявили, что пока не планируют вводить локдаун. И считают, что пока могут справиться с заболеваемостью без значительных ограничений. Тем временем жители столицы Венесуэлы спешат успеть получить вакцину от коронавируса, выстраиваясь в длинные очереди. Некоторые приходят даже ночью, чтобы занять место и привиться до наступления жары. Я получила сообщение с местом и временем моей вакцинации, однако придя сюда увидела огромное количество людей и пришлось долго ждать. Многие приходят, даже если не получили приглашение и нет никакого контроля над этим, из-за чего образуются длинные очереди. В Казахстане первую дозу вакцины получили более 2 миллионов 370 тысяч граждан. Полностью прошли курс иммунизации свыше 1 миллиона 264 тысяч человек. Туристический бизнес Приозерска на берегу Балхаша с тревогой ждут начала турсезона. В прошлом году доходы отрасли упали наполовину. Если поток отдыхающих уменьшится и в этом, отели попросту разорятся, уверяют предприниматели. Репортаж Юлана Чаус. Этот отель в Приозерске открыли 3 года назад. На его строительство владелица Алмагуль Абельдинова взяла кредит 50 миллионов тенге. Сразу после открытия заведение обслуживали 30 человек, но в прошлом году персонал пришлось сократить наполовину. Отдыхающих было мало, доходы сократились, но обязательства перед банком никто не отменял. Да, нам дали кредитные каникулы, но общая-то сумма займа и процентов осталась прежней. Теперь каникулы закончились и сумма выплат стала больше, так как до конца срока погашения времени стало меньше. Это очень тяжело. Последние 10 лет туризм был одним из основных драйверов экономического роста Приозерска. Ежегодный прирост составлял 10 процентов, но поток отдыхающих резко сократился из-за пандемии и ряда ограничений. Для сравнения, в 2019 году доходы от туризма в Приозерске превысили 100 миллионов тенге. А в 2020-м из-за ограничительных мер они упали на 50 процентов. Несмотря на все сложности, в этом году в городе планируют реализовать пять туристических проектов на сумму около 160 миллионов тенге. Несмотря на сложную эпидситуацию, мы работаем, проверяем, вакцинированы ли гости, просматриваем все документы и результаты ПЦР тоже проверяем. Для развития туризма, конечно, необходимо улучшить инфраструктуру. В этом году в честь 65-летия города на благоустройство набережной выделено 33 миллиона тенге. Блан Чаус, Услан Демизбаев, Карагандинская область, Хабар, 24. 27 тысяч машин на 140 миллиардов тенге. Это итоги государственной программы льготного автокредитования за пять лет. Программа, которая, как выясняется, сегодня начала пробуксовывать. В банках кредиты на выгодных условиях почти не выдают. А у некоторых клиентов и вовсе просят деньги за продвижение в очереди. Однако в профильных органах совсем другой взгляд на ситуацию. Мнение сторон выслушал Андрей Деменок. Что получить? Машину нужно ждать полгода? Даже больше. Восемь. Это, видите ли, очень большая очередь. Желающих очень много. Хочешь по госпрограмме – жди. Баннер с такой подписью явно не был бы лишним в автосалонах. Спрос на отечественные авто по 4% огромный, а предложений практически нет. Хотя в уполномоченном органе свой взгляд на ситуацию. Сейчас есть проблемы с финансированием? Проблемы с финансированием в части чего имеете? Льготного кредитования. Льготного кредитования в рамках возобновляемых средств физические лица получают финансирование. Вы в целом сейчас довольны темпами работы программы? Темпами работы программы, конечно, довольны. 4% в этом году выдавались? Не впечатляет и официальная статистика, согласно которой с начала года в стране на льготных условиях машины, собранные на отечественных заводах, приобрели лишь чуть более тысячи казахстанцев. Причем каких дополнительных расходов многим из них это стоило, уже никто никогда не узнает. К примеру, у Аята Дусимбаева вежливо попросили 200 тысяч тенге. Когда я был в прошлом году, подал в банк документы, мне сказали, что деньги, выделенные правительством, закончились. Правда, менеджер мне сказал, что можно без очереди получить авто. Правда, за это придется доплатить и еще деньги. Как я понял, уже самому менеджеру. Я отказался. Сейчас думаю, что может быть и зря. На сегодня ни от банков второго уровня и ни от физических лиц о каких-либо фактах мошенничества обращение не поступало. Как выясняется, несмотря на официальные заявления об успехах программы льготного кредитования, сегодня оформить автомобиль на выгодных условиях в стране практически невозможно. Сейчас принимаем заявки по кредитам со ставкой 18,5%. К сожалению, льготных кредитов нет. Государство перестало выдавать средства. Нет денег, нет льготных кредитов. Когда средства появятся в банке развития Казахстана, эта организация является единым оператором программы, и сказать точно никто не может. В Национальном банке, который должен выделить деньги, на этот вопрос также ответить затруднились. А потому новое транспортное средство в Казахстане пока продолжает оставаться роскошью, а не средством передвижения. Андрей Деминок, Алина Колчина, Хабар, 24. В США стали экономить воду и убирать бесполезные газоны, соответственно, чтобы их не поливать. Чем их заменят? Об этом и не только в программе «Между сроком». Конец налоговым убежищем. Крупные компании больше не смогут уклоняться от уплаты налогов после того, как страны «Большой семерки», а затем и Европейская комиссия выступили за глобальный налог с корпорацией. Предполагается, что его размер составит не менее 15% от прибыли. «Евроньюз» приводит слова еврокомиссара по экономике Пауло Джентилони. Это важное соглашение для «Большой семерки». Транснационалы должны платить налоги там, где они получают прибыль. Государство одобрили минимальное налогообложение в 15%, а это больше справедливости и меньше уклонение от уплаты налогов. Конец цитаты. По статистике Евросоюза это увеличит ежегодные поступления в его бюджеты на 50 миллиардов евро. Однако поднятию сбора с корпорацией не рады страны с низким и льготным налогообложением, такие как Ирландия. Основное их замечание в том, что предложение «Большой семерки» не подходит каждой экономике мира, и его надо выполнять осмотрительно. Тем временем Евросоюз работает над изменением своей налоговой системы. Ребекка Кристи из Брюссельского института Бригель считает, что в последнее время это приносит плоды. Так, за последние пять лет ЕС сосредоточился на том, чтобы не допускать перевода прибыли из тех стран, в которых корпорации ее зарабатывают туда, где меньше налоги. Новое доказательство лабораторного происхождения коронавируса предоставили доктор из Сиэтла Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер в статье для Wall Street Journal. По словам ученых, возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса. Микробиолог может значительно увеличить летальность вируса, встроив особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте, говорится в статье. При этом следов манипуляций не остается. В качестве еще одного доказательства ученые приводят также то, что уханьский коронавирус появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Науке известен только один способ, благодаря которому может быть достигнут такой результат – моделирование естественной эволюции и выращивание вируса на человеческих клетках в лаборатории до достижения его максимальной эффективности. Президент США Джо Байден попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по расследованию этого предположения. В Неваде из-за засухи запретили бесполезные газоны. Власти штата считают, что это поможет сэкономить 10% водоснабжения или около 40 литров на человека в день, передает Associated Press. Новый закон штата постановил убрать около 30% газонов в районе Лас-Вегаса, чтобы бережнее расходовать воду реки Колорадо во время засухи. «Мы обязаны были принять этот закон, чтобы следующее поколение более осознанно относилось к нашим природным ресурсам, особенно к воде. Всю нефункциональную траву в штате заменят на засухоустойчивые растения», – говорит Стив Сайсолок. Губернатор штата Невада. Нефункциональной травой управление водных ресурсов Южной Невады называет газоны, которые практически не используются, например, на территории офисных парков и у входов в жилые комплексы. Под запрет не подпадает декоративная трава в парках и у частных домов. Невада стала первым штатом, который утвердил подобный запрет на постоянной основе. Киты уменьшаются. В Северной Атлантике эти животные стали на метр короче, чем раньше. Немецкое издание «Шпигель» со ссылкой на ученых рассказывает, в чем причина. В энциклопедиях сказано, что длина тела северного гладкого кита может достигать 18 метров. Но, судя по новому исследованию, в ближайшем будущем эти данные придется изменить. Как выяснили исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сейчас животные на метр короче, чем 40 лет назад. Их длина в среднем составляет около 13 метров. Уменьшается и масса этих морских млекопитающих. Исследователи измерили почти 130 китов за 20 с лишним лет. Для этого команда использовала снимки с дронов и самолетов. Измерялись животные всех возрастов – от одного года до почти 40 лет. Для исследователей причина уменьшения этих млекопитающих не вызывает сомнения. Киты то и дело попадают в так называемые сети-призраки или получают травмы в результате столкновения с кораблями. Почти у дюжины сфотографированных китов на теле все еще висели сети. Степень влияния этого на стресс животных становится очевидной, если обратить внимание на то, как долго они пытаются освободиться от плетеных веревок, говорится в статье. Некоторые пытаются сбросить с себя сети месяцами, другим на это требуется около года. В результате животным не хватает ресурсов, которые обычно необходимы им для набора веса и роста. Изменения в размерах тела могут быть индикатором упадка целой популяции, сказано в исследовании. Издание добавляет. В течение жизни более 80% китов хотя бы раз запутываются в сетях. Помочь животным могли бы довольно простые меры. Например, если бы для сетей использовались менее прочные веревки или если бы рыболовные суда перемещались на меньшей скорости. Стены разрушены, кровля протекает. В Хавшагае жители аварийного дома просят о помощи. 8 семей проживают в экстремальных условиях в здании бывшего общежития. Местные власти обещали помочь людям, однако вопрос до сих пор остается открытым. Почему, выясняли наши корреспонденты. В этой крохотной двушке Гульмира Курманалиева с супругом, инвалидом второй группы, прожила больше 20 лет. Вырастила детей, теперь нянчит внуков. Женщина сетует, что каждую ночь засыпает в страхе за их жизнь. За внуков боюсь. Каждый раз ждешь беды. Вдруг стена развалится или потолок рухнет. Пожар вспыхнет или утечка газа произойдет. Чуть запах, выбегаем все из дома. Так и живем в страхе. Особенно трудно, говорят обитатели дома, зимой без централизованного отопления каждый выживает как может. У нас зимой тут отопления нету. Мы сидим только обогревателями. У меня две комнаты. Я зимой подключаю две-три обогревателя. Я зимой плачу 38-39 до 40 у меня уходит за свет. Зимой особенно сложно. Нагрузка на линии настолько увеличивается, что вечерами гаснет свет. Как выяснилось, двухэтажное здание бывшего общежития было на балансе музыкальной школы. В начале 2000-х его использовали в качестве временного жилья для нуждающихся. Последние, заселившись однажды, превратили его в постоянное. При этом здание, подлежащее сносу, ни на чьем балансе уже не числится. Отсюда и проблемы. Решить их взялся местный Акимат. Проживает в данном доме 8 семей. Из них 5 сейчас состоят у нас в списке очередности. Из 5 семей двое уже подали у нас по программе Бахтотпаса. По остальным семям ищем другие пути решения данного вопроса. В этом году Акиматом было выкуплено заброшенное здание по улице Сифулина. В настоящее время ведутся работы по реконструкции этого здания. По итогам завершения работ будут рассмотрены предоставления дополнительных жилья. В целом в Копчегае сегодня 30 аварийных домов. Жителей двух переселили в новые. На месте старых строений планируется возвести многоэтажки. Райхан Тажибаева, Шингас Халиден, Улжас Бойбосын, Алматинская область, Хабар 24. Короткая реклама далее. Вот о чем расскажем после. Социальный эксперимент жителям Германии будут безвозмездно отдавать по 1200 евро. За что? Юрты в тренде. В Южной Корее становится популярным отдых в жилище кочевников. С чем связан такой интерес? Внутри все как в настоящей юрте Кириге, Улх и Шанрак. Жить здесь можно круглый год. Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы вновь в эфире. По меньшей мере 9 человек погибли. Еще 8 пострадали в результате обрушения здания в южнокорейском городе Кванчжу. Момент трагедии попал на камеру видеорегистратора. Обломки пятиэтажки рухнули прямо на проезжий рядом автобус. Все пострадавшие были его пассажирами. Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что во время инцидента на объекте проходили работы по сносу здания и всех рабочих эвакуировали заранее. Почему все пошло не по плану, предстоит выяснить полиции. Кражу почти на 117 миллионов тенге раскрыла транспортная полиция. Крупную сумму денег похитили у 22-летней пассажирки поезда сообщением Хостана Алматы. Пропажу девушка заметила ночью на одной из станций. Спустя почти неделю оперативно-розыскных мероприятий следователям удалось задержать троих подозреваемых. По месту жительства у них обнаружили больше 12,5 миллионов тенге и 198 тысяч долларов. На часть похищенных денег они успели купить два автомобиля. Заведено уголовное дело. Гранаты ручной работы в северном Казахстане задержали пожилого умельца, изготавливавшего боеприпасы. Работал ли он по заказу, а главное, куда сбывал свой нелегальный товар, пока неизвестно. Хроника происшествий далее. Жаркие будни начались у пожарных в Костанайе. Только за одни сутки службы ЧС выезжали на борьбу с огнем больше 40 раз. Чаще всего горели тополиный пух, сухая трава и мусор. Больше двух часов ушло у огнеборцев на тушение хозпостройки, воспламенившейся от горящего пуха. К счастью, все пожары обошлись без жертв и пострадавших. Мини-мастерскую по изготовлению боеприпасов прикрыли полицейские северо-казахстанской области. В арсенале пожилого сельчанина оказались самодельные гранаты, патроны и составляющие для взрывных устройств. Изобретатель нелегал арестован. Проводятся экспертизы. Павлодарские полицейские проверили более 900 крестьянских хозяйств в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант». За два дня операции выявлено больше сотни нарушений закона, допущенных иностранцами. Десять трудовых мигрантов будут выдворены из страны. Пять иностранных граждан арестовали. Остальные выплатят штрафы. 65 килограммов сазана изъяли у браконьеров в Алматинской области. Жители Карганинского региона рыбачили с лодки и использовали сети. За незаконную рыбалку с отягчающими обстоятельствами нелегалам грозит срок до шести лет с конфискацией имущества. Нет места для экспонатов. В Кобдинском районе Актюбинской области у музея отсутствует свое здание. Поэтому посетителям не могут показать многие документы и предметы, имеющие большую историческую ценность. Убедилась в этом Наталья Салькова. Кобдинский районный музей был основан в 90-х годах. В нем больше тысячи экспонатов. Но часть из них хранится в ящиках, так как на полках места нет. По словам сотрудников, своего здания у музея никогда не было. Больше 10 лет выставочный зал располагается в районном Акимате. Для экспонатов выделили кабинет, в котором в прошлом была библиотека для партийных работников. А история этого края богатая. С ним связаны имена известных батыров. Кобланды, Аббата и Сатай Тайманова. А в годы войны 8 уроженцев района были удостоены звания Героя Советского Союза. Большую ценность имеют и предметы, полученные во время археологических раскопок. В музее только один зал. Среди ценных экспонатов у нас фарфоровая посуда, относящаяся к эпохе бронзы. Кольчуга, которую нашли во время раскопок на месте захоронения Исатай Тайманова. Есть этнографические материалы. Некоторые экспонаты, в частности документы о присвоении известным личностям орденов и медалей, находятся в ящиках. На полке мы их не выставляли. Однако в ближайшее время место найдется для всех ценных предметов. В районе начали строить новый музей. На эти цели из районного бюджета выделили 72 миллиона тенге. Помимо выставочного зала, здесь будет несколько кабинетов. К сожалению, показать все экспонаты, которые есть в районе, невозможно. Поэтому руководство решило построить такое современное здание. Здесь есть свой выставочный зал. Здесь все условия. Проект прошел госэкспертизу в 2019 году. В 2020 году было решено выделение денег и средств. Строительные работы начались в апреле текущего года. Объект планируют сдать в августе. А жителям Германии раздадут деньги в рамках научного эксперимента. Ежемесячно им будут давать по 1200 евро. Это более 600 тысяч тенге. И все безвозмездно. В пилотном проекте участвуют пока только 122 человека. За что они будут получать денежное вознаграждение? И какова цель организаторов, расскажет наш СОПКОР шоу Панна Иманбаева. 1200 евро просто так. Эту сумму будут перечислять на банковские карточки участников ежемесячно на протяжении трех лет. То есть каждый за время проекта получит по 43 тысячи евро. Что для этого нужно делать? Абсолютно ничего. Только время от времени заполнять анкету и рассказывать о том, как дополнительный доход изменил твою жизнь. Поучаствовать в эксперименте мог любой гражданин Германии старше 21 года. Независимо от рододеятельности и доходов, желающих получить необлагаемые налогом 1200 евро оказалось очень много. За первые три дня было подано свыше 1 миллиона заявок. Всего же их поступило в два раза больше. Однако финальный отбор прошли лишь 122 человека. Отбор прошли люди в возрасте от 21 до 40 лет, которые получают среднюю немецкую зарплату и живут одним. Мы хотим узнать, насколько практика получения дополнительного дохода была бы полезна нашему обществу. Отмечу, в нашем эксперименте участвуют люди, которые не нуждаются в деньгах или хорошо зарабатывают. Второй вопрос на повестке. Как в будущем можно финансировать такие проекты? Организаторы проекта пытаются понять, как базовый доход повлияет на человека, его привычки, а главное эмоциональное состояние. Станут ли участники счастливее, имея на руках больше денег? И побудет ли их это на саморазвитие или, к примеру, благотворительность? Все это предстоит выяснить ученым в рамках этого пилотного проекта. Получить результаты мы планируем с помощью анкет, собеседований и интервью. А еще мы хотим брать пробы и волос, чтобы проанализировать уровень гортилоза, гормона стресса. В мире уже проводили много похожих экспериментов. К примеру, ученые выяснили, что благодаря дополнительному доходу люди начинают работать даже эффективнее. Также улучшается психическое и эмоциональное состояние. Это влияет на саморазвитие человека. Запустить эксперимент удалось благодаря пожертвованиям. 180 тысяч человек решили поддержать проект и будут финансировать его в ближайшие три года. Если количество спонсоров увеличится, то организаторы обещают раздать еще больше денег. Шелпана Иманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар-24, Германия. А в США расследуют утечку данных о том, что богатейшие люди страны платили в разы меньше налогов, чем остальные, сообщает рейтерс. В этот список попали создатель компании Microsoft Bill Gates, основатель SpaceX Илон Маск и один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффетт. По информации издания ProPublic, у которого оказались декларации миллиардеров, тысячи обеспеченных американцев больше 15 лет платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были. К примеру, Илон Маск заработал около 15 миллиардов долларов, но заплатил менее 500 миллионов в виде выплат. В Белом доме к утечке отнеслись со всей серьезностью, пообещав провести тщательное расследование. Любое несанкционированное раскрытие конфиденциальной правительственной информации каким-либо лицом является незаконным. И мы относимся к этому очень серьезно. Необходимо сделать больше для того, чтобы корпорации и частные лица платили больше своей справедливой доли в виде налогов. Почти за 19 миллионов долларов ушла с молотка золотая монета 1933 года. Двойной орел. Номиналом 20 долларов является единственным экземпляром, находившимся в частной коллекции. Остальные же принадлежат музеям или монетному двору США. Монета никогда не была в обороте, поскольку в то время в Штатах отказались от золотого стандарта. Также на аукционе были проданы несколько марок. Общая сумма торгов превысила 32 миллиона долларов. Со слов организаторов, все вырученные деньги пойдут на благотворительность. На крупном сетевом сервисе аукционов eBay. Изменения об этом в программе Хайтек. Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Wi-Fi 7 не за горами. Производители процессоров уже работают над чипами для нового поколения беспроводной связи. По сообщению издания DigiTimes со ссылкой на источники, связанные с Qualcomm MediaTek и Broadcom, эти компании уже работают над своими версиями чипов Wi-Fi 7. Стоит добавить, что все эти производители занимаются разработкой модемов и процессоров для мобильных устройств и персональных компьютеров. Таким образом, мы увидим Wi-Fi 7 как в ноутбуках, так и в смартфонах, планшетах и маршрутизаторах. eBay обойдется без PayPal. Крупный сетевой сервис аукционов и Marketplace обновил условия использования. По новым правилам продавцы будут получать оплату непосредственно от компании, а не через PayPal. Покупатели по-прежнему могут совершать на eBay покупки с помощью этой платежной системы, но продавцы будут получать средства прямо на свои банковские счета. Также комиссии PayPal больше не будут добавляться к процессу транзакции. Но при этом сам сервис увеличил свои сборы. Хотя компания заявляет, что большинство людей по-прежнему будет платить так же, как и до изменений, а в некоторых случаях даже меньше. На нескольких форумах eBay уже появились сообщения от недовольных продавцов. Многие не согласны с необходимостью предоставить eBay прямой дебетовый доступ к своим личным банковским счетам. Стоит отметить, что продавцы недовольны, в частности из-за того, что система обязательного прямого дебета делает возможным автоматический возврат денег покупателям, если во время транзакции возникнут какие-либо споры. Что касается затрат для пользователей, то они установлены на уровне 12,8% от окончательной суммы сделки. Ранее предполагалась плата в 10% плюс комиссия PayPal. Администрация интернета-аукциона указывает, что одновременно увеличился список сервисов для оплаты покупок. Можно использовать кредитные дебетовые карты Google Pay, Apple Pay, PayPal и PayPal Credit. eBay настаивает на том, что этот шаг необходим для предоставления более простых и эффективных услуг и для удобства всех клиентов сервиса. Новые правила предоставят покупателям больше возможностей для оплаты, что может быть полезно для бизнеса. Chrome станет безопаснее. Google добавляет новые возможности в популярный браузер. Они помогут защитить пользователей, когда те пытаются загрузить ненадежные расширения. Поисковый гигант впервые запустил функцию безопасного просмотра еще в 2007 году, чтобы предупреждать пользователей, если они пытаются посетить вредоносный веб-сайт. Для этого использовалась проверка URL-адресов по списку небезопасных сайтов, хранящимся в браузере. В прошлом году Google было выпущено обновление этой функции безопасности, и вот с выходом Chrome 91 в прошлом месяце компания начала развертывать новую функцию для расширенного безопасного просмотра. Она предполагает вывод предупреждения, если юзер пытается установить расширение Chrome от ненадежного разработчика. Согласно сообщению в блоге Google Security, разработчики, которые следуют правилам программы для разработчиков интернет-магазина Chrome, считаются доверенными для расширенного безопасного просмотра. Новым разработчикам потребуется за несколько месяцев завоевать доверие, чтобы их добавили в список. Также функция расширенного безопасного просмотра должна обеспечить лучшую защиту от опасных файлов. Chrome будет выполнять проверку первого уровня на основе метаданных о файле. Если он покажется опасным, пользователи увидят предупреждение, а также смогут отправить файл в Google для дополнительного сканирования. Затем Safe Browsing просканирует файл с помощью классификаторов статического и динамического анализа в реальном времени, и после короткого ожидания Chrome отобразит другое предупреждение, если программа определит, что файл точно представляет угрозу. Включить безопасный просмотр можно в настройках Chrome в разделе «Безопасность». Роботы смогут заменить строителей. Швейцарская инжиниринговая компания ABB старается развивать производство умных механизмов, чтобы восстановить доходы после первых волн пандемии. Роботы могут устанавливать лифты и собирать дома по технологии модульного строительства. Они также могут сваривать арматуру при возведении больших зданий. ABB уже сотрудничает с рядом европейских компаний в данном направлении. Компания провела опрос среди представителей строительного рынка в Европе, Китае и США. В 81% компаний заявили, что начнут использовать или увеличат использование строительных роботов в следующие 10 лет. В ABB ожидают, что спрос на строительных роботов будет расти на 20-30% в год. 27 тысяч машин на 140 миллиардов тенге. Это итоги государственной программы льготного автокредитования на 5 лет. Программа, которая, как выясняется, сегодня начала пробуксовывать. В банках кредиты на выгодных условиях почти не выдают. А у некоторых клиентов и вовсе просят деньги за продвижение в очереди. Однако в профильных госорганах совсем другой взгляд на эту ситуацию. Мнение сторон выслушал Андрей Деменок. Хочешь по госпрограмме – жди. Баннер с такой подписью явно не был бы лишним в автосалонах. Спрос на отечественные авто по 4% огромный, а предложений практически нет. Хотя в уполномоченном органе свой взгляд на ситуацию. Сейчас есть проблемы с финансированием? Проблемы с финансированием в частности чего имеете? Льготного аккредитования? Льготного аккредитования в рамках возобновляемых средств физические лица получают финансирование. Вы в целом сейчас довольны темпами работы программы? Темпами работы программы, конечно, довольны. 4% в этом году выдавались? В прошлый месяц один вывод. Одна машина всего лишь? Хотя такой информации не должна пройти. Не впечатляет и официальная статистика, согласно которой с начала года в стране на льготных условиях машины, собранные на отечественных заводах, приобрели лишь чуть более тысячи казахстанцев. Причем каких дополнительных расходов многим из них это стоило, уже никто никогда не узнает. К примеру, у Аята Дусимбаева вежливо попросили 200 тысяч тенге. Когда я был в прошлом году, подал в банк документы, мне сказали, что деньги, выделенные правительством, закончились. Правда, менеджер мне сказал, что можно без очереди получить авто. Правда, за это придется доплатить и еще деньги. Как я понял, уже самому менеджеру. Я отказался. Сейчас думаю, что может быть и зря. На сегодня ни от банков второго уровня и ни от физических лиц о каких-либо фактах мошенничества обращение не поступало. Как выясняется, несмотря на официальные заявления об успехах программы льготного кредитования, сегодня оформить автомобиль на выгодных условиях в стране практически невозможно. Сейчас принимаем заявки по кредитам со ставкой 18,5%. К сожалению, льготных кредитов нет. Государство перестало выдавать средства. Нет денег, нет льготных кредитов. Когда средства появятся в банке развития Казахстана, эта организация является единым оператором программы, сказать точно никто не может. В Национальном банке, который должен выделить деньги, на этот вопрос также ответить затруднились. А потому новое транспортное средство в Казахстане пока продолжает оставаться роскошью, а не средством передвижения. Андрей Деминок, Алина Колчина, Хабар, 24. В Южной Корее становится популярным отдых в юртах. Новый для жителей страны сервис недавно появился на острове Чаджу. И сейчас местные туристы готовы платить немалые деньги за ночлег в жилище кочевников. С чем связан? Такой интерес выяснял наш корреспондент Владислав Цой. Целый аул и 16 юрт появился на острове Чаджу. Здесь есть и обычные домики, но они чаще пустуют, так как большинство туристов выбирают жилища кочевников. Говорят, что в них всегда тихо. На острове часто дуют ветры, а форма и каркас юрт позволяют поглощать шум. Но не только из-за этого популярны такие строения. Юрты установили здесь впервые. Многие туристы не пробовали жить в них. Только слышали в телепрограммах о путешествиях, что такие дома есть в Монголии и Казахстане. Поэтому хотят новых ощущений. Думаем, наш комплекс популярен еще и потому, что находится в живописном месте. Но в то же время здесь есть все удобства. Внутри все как в настоящей юрте Кириге, Улых и Шанарах. Жить здесь можно круглый год, так как летом открывается Шанарах, а зимой помещение подогревается. Стоя от сутки проживания в юрте около 500 долларов. Это дорого, если учесть, что одноместный номер можно снять в пять раз дешевле. Выправляющие же компании считают цену справедливой, так как это стоимость проживания компании из четырех человек. За эту сумму они могут пользоваться бассейном с водой из минерального источника и ездить на квадроциклах. Для проектирования таких юрт мы изучили много материалов. Дизайн делала американская компания. Многие посетители думают, что это традиционное жилище монголов. Мы же отвечаем, что взяли за основу юрты Центральной Азии. Сам я не был в Казахстане, но знаю, что казахи очень похожи на нас. Там живут три поколения корейцев. Хотя географически это очень далеко, но язык и внешность похожи. Наверное, в древности мы были одним народом. На популярность юрт повлиял и коронавирус. Медики пока рекомендуют не выезжать за рубеж. Поэтому многие южнокорейцы проводят свой отпуск на самом крупном острове страны. А ночлег в юрте заменяет им поездку в Казахстан или Монголию. К тому же на Чиджу можно попробовать конину и покататься на лошадях. Поэтому в октябре туристам в этом ауле будет доступна верховая езда и экзотическая кухня. В управляющей компании изучают возможность добавления в меню жителей юрточного городка казахских национальных блюд. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Самую большую в мире коллекцию предметов на тему божьих коровок во второй раз собрала жительница Украины. Любовь к ним у Надежды Комаровой началась 12 лет назад с броши, которую подарила ей подруга. В ноябре 2019 собрание насчитывало уже более пяти с половиной тысяч предметов. За полтора года оно расширилось до более чем 20 тысяч уникальных экспонатов. Таким образом коллекционер побила новый рекорд Гиннеса. Божьих коровок нахожу вообще везде и они меня находят тоже сами. Это и интернет, и друзья дарят. Божьими коровками у украинской леди баг установлены, вернее уставлены и увешаны каждая стена и мебель. Это и мягкие игрушки, куклы, картины, кухонная утварь. Впрочем, не только интерьер, но и гардероб Надежды выдержан в том же стиле. В планах у женщины открыть музей или организовать собственную выставку. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Коллекционируйте все, что угодно. До встречи.